Привет всем, с вами Ирокез и сравнивая характеристики штурмовых винтовок в PlayerUnknown's Battlegrounds не перестаешь удивляться тому, как там все неоднозначно. И сегодня мы сравним одну из наиболее популярных винтовок М416 с винтовкой, которая считается наиболее сильной вне аирдропа Берил М762. Начнем пока с более общего сравнения, потом перейдем к цифрам. М416 имеет патроны калибра 5.56, которые легче, их можно больше унести с собой, либо при одинаковом количестве патронов вы можете взять лишние аптеки, гранаты и так далее, что абсолютно плюс. М416 и Берил имеют одинаковые слоты для обвесов, кроме у Мки еще есть слот по тактическую ложу, что в принципе, наверное, тоже является плюсом, но таким очень слабеньким, потому что, ну, она не сильно решает, не всегда вы эту ложу находите, в общем-то, не важно. Ну и один очень важный и действительно значимый плюс М416 это то, что ее гораздо легче контролировать. Берил все-таки имеет очень сильную отдачу и для того, чтобы его контролить, нужно немалое количество часов, ну а для того, чтобы зажимать на какие-то серьезные дистанции, например, стрик с прицела уже хотя бы метров на 30-40, нужно действительно постараться и приноровиться очень сильно к этому оружию. Ну а М416 контролировать действительно легко, что тоже огромный плюс. Ну и естественно, раз Берил М762 проигрывает в таких довольно-таки значимых показателях, то он должен где-то выигрывать. Ну и да, разработчики это сразу заявили, что он выигрывает в уроне. ДПС у него самый большой в не аэродроповских аэрок и в принципе на этом все. Все, молодцы, хотите стрелять из Берила и получаете нереально жуткий дамаг, хотите стрелять из М416, проигрываете по ДПСу, но при этом более комфортная и удобная пушка. Казалось бы, все ясно, но как бы не так. На это видео меня натолкнул Веки Джеки, он там сравнивал все оружия по Time to Kill, но он там совершил несколько ошибок и на мой взгляд рассказал все слишком сложно и многие не поняли, я видел это в комментариях. Поэтому я постараюсь объяснить чуть более понятно. По факту у М416 и Берила имеется одинаковая скорострельность, ну там почти у М416 0.0857, а у Берила 0.086, но там настолько минимальная разница, что ей можно пренебречь. В общем, давайте поставим за истину то, что у них одинаковая скорострельность. Ну и у Берила урон 47 за единицу, а у М416 43. Это действительно много, это почти 12%, но это солидно, поэтому тут вообще если не разбираться, то сразу можно сказать, что Берил дамажит больше. Но дело в том, что нам не важно какие-то прям сухие цифры, нам нужно убивать соперника. Для того, чтобы убить соперника, в него нужно попасть определенное количество пуль и вот как раз таки в этом количестве все и кроется. Оказывается, что по факту Берил практически ничем не выигрывает М416. Давайте я вам объясню на конкретном примере. Вот у нас есть противник, у которого жилет первого уровня. М416 в этот жилет наносит урон равный 30,1. Берил же наносит 32,9. Но по факту получается, что М416 для того, чтобы убить соперника, нужно 4 пули, потому что если мы высадим 3, то получится, что мы нанесли ему 90,3 урона. Ну, останется чуть-чуть хп, но этого недостаточно для смерти соперника. И если мы будем стрелять с Берила, нанеся те же самые 3 патрона в жилет соперника, мы получим урон равный 98,7 единиц. Но у соперника это 100 хп, значит у него останется все равно 1,3 хп и он не умрет. Значит, что для Берила и для М416 для того, чтобы убить соперника в жилет первого уровня, для обоих нужно выпустить 4 патрона. Раз у них одинаковая скорострельность, то получается никакого преимущества в данном случае Берил не имеет. И казалось бы, ну ладно, может быть это только с первым жилетом так, с какими-то другими видами обмандирования все будет иначе. Ну, вообще-то нет. Очень-очень редкий случай, где Берил обгоняет М416, я посчитал абсолютно для всех комбинаций. Если стрелять просто в жилет, если стрелять только по голове в первый, второй, третий шлем, там вообще все одинаково. Первый, второй нужно по 2 патроны, третий всегда 2 попадания дают невероятное мало количество хп сопернику и там уже любое попадание засчитывается. Также один хэдшот в любой шлем плюс любой жилет. Все эти комбинации вы можете сейчас видеть на экране и я просто посчитал количество попаданий, которое нужно для того, чтобы отправить соперника в лобби. И как мы видим, Берил М762 имеет практически всегда абсолютно такое же количество попаданий, как и М416. Он выигрывает только в случае, если у противника третий жилет и вы стреляете только в жилет. Если у противника первый шлем и второй жилет и вы даете один хэдшот, а дальше настреливаете по туловищу. Если у соперника второго левела шлем третьего уровня жилет, тогда вы тоже, если даете ему один хэдшот и все остальное по туловищу и здесь еще раз Берил имеет преимущество. И также, но это довольно-таки призрачный случай, я такое вообще практически никогда не встречал, когда у соперника шлем третьего уровня и жилет первого. Здесь опять же Берил имеет преимущество в один выстрел. При всех подсчетах ни одного раза не было, чтобы Берил отрывался больше, чем на единицу. Ну и практически всегда имеются равные показатели. И это получается, что из 15 возможных комбинаций обмундирования соперника, всего лишь в 4 из них Берил имеет преимущество и то довольно-таки малое призрачное. И вопрос, стоит ли оно того, для того, чтобы терпеть настолько сильную отдачу, настолько некомфортную стрельбу, когда можно просто взять М416 и в большинстве случаев вообще не париться и иметь абсолютно такой же урон по сопернику. Я думаю, на этот вопрос должны отвечать не мы с вами, а разработчики, потому что, ну, раз они придумали эту пушку и именно так ее сделали, видимо, они посчитали это будет балансным, то пусть теперь и разбираются, почему оружие, казалось бы, с меньшим уродом не уступает ему в убийстве противника, а в комфорте использования только лучше. Ну что ж, а на этом все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, также напишите в комментариях, знали ли вы о такой несправедливости. Ну и если вы играли с Берилом, я лично очень люблю это оружие и прям специально пытался ради какого-то преимущества очень долго с ним наигрывать, даже уже более-менее приловчился к спрею с 3x прицела. Ну а теперь просто незачем получается использовать это оружие, когда ты знаешь, что оно практически никакого преимущества и не имеет. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.